Галактические рейдеры. Трансформация персонажа. И выгоды персонажа. То есть какие выгоды можно сразу за это получить? То есть если стать роскошным торговцем, ну, Матрикс Рейдером, Матрикс. Не все, кстати, заслужимые, не все они матрицы. То есть это может быть теневая, тени целая. Ну, медуза 30 ЕГБ. Сущность космическая медуза. А потом, когда сущность получится, можно создать полярность, например. И метод прокачивания, например, себе новой 30 ЕГБ. Музы 30 же есть. Значит, это становится опытом. А новой 30 ЕГБ. Или, наоборот, виртуальный опыт. Виртуальный 30 ЕГБ. А как твин характер. Ну, полярность, это твин характер. Двойной характер. Типа персонаж подкачивает 30 СВИ. ЕГБ становится опытом. А виртуальный ЕГБ остается. Ну, это артефакт, вот это же, смотри, джиноген. И виртуальный администратор, по сути, вот это и виртуальный администратор тоже тремя. В смысле, там, администрировать базу, может, ну, тебе, возможно, и космопорт, если она прокачивает. В смысле. Ну, это как артефакт, значит, дроид практически. В артефакте. То есть, нет, и компьютер, он более сложная конструкция. Кристаллоны. Артефакт. ЕМ. Трикс-троймовый артефакт, который содержит все трансформации с матрикс-сорида, а матрикс-жиноги. Ну, наоборот, он просто содержит сущность, а можно перескать. Виртуальный администратор. И плюс еще сущность ЕМ, которую можно прокачать, это означает, ну, почти то же самое, как бы. То есть, знание об этом. Но содержать персонажа знания обо всем, как помни, все детали сложные, поэтому, ну, вот эта сущность позволяет такой артефакт. Ну, на матричных технологиях, то есть, персонаж, находится на стороне матрицы, и имеет доступ к таким штукенциям. Ну, обычно это, вот там, мы с драгом содержат эту сторону. Ну, выше только, мы с драгом 4-3, лабиринтовый даркон, 4-3 скорость-3, починочный корпус, дроида, и 80% манеренности, а лучше можно, ну, подняться лучше, там, General Matrix. Минеральная матрица. Это персонажи, как бы, звание внутри. И именование внутри. Стороны. У них скорость 5, броня 4, починишь ему бронекорду 4-го класса. То есть, 1200 пейсов скорости, 100% манеренности. Ну, там еще навигация, сколько он там манерет, собственно. Персонас. Ну, ничего не знаю, он Матриц, не будет. Стороной. Ну, он может только так попутно сметиться, ну, да. С Вамперлордом, или кто-то, Пинк Вамперлорд. Матриц. Вамперлорд. Потому что Вамперлорд, ну, как Лорд Рейдер. Или, на киневой стороне, тоже. Вамперлорд, только он сада Вамперлорд. Или Вамперлорд, или Вамперлорд. И как забраться, кто это там, кто. Ну, скорость 3-то, да. Тени империи, то есть. Шадо Вамперлорд, он. Может, вот, на крейсер. Или даже создать крейсер. Ну, если есть верх. То есть, а что же есть эта версия, если верх? МК-3. МК-3. Класс МК-3. Класс МК-3. Класс МК-3. Можно что-то создать МК-3. А, чтобы создать верх, верх такую надо. Тоже МК-3, куча, куча ресурс. Можно назвать на орбите какого-то индустриального спутника. А потом, чтобы верх куда-то перегнать. Телепортировать ее. Боропрышками куда-то там. То есть, и верх, ну, как бы, она больше по размеру, чем корабль. То есть, иначе, по объему. Хоть она может и полупустой, ну, типа, больше крейсера. Ну, можно и сложить. Тоже трансформацию. Между персонажами. Хм. Так и здесь. Упаковать. И, какого-нибудь Титана, например, можно перевезти. Поэтому можно Титана. Поэтому, больше корабль может перевезти. Меньше. А кто будет перевезти, тот больше. Потому, в большом кораблю, как Титану, лучше, выше скорость. Там, типа, МК-4. Ну. МК-2, МК-4. Потому, что Титан, он, как бы, рейнджеров прикрывает. МК-2. Полу-линкор, наверное. Но, может, и сильнее линкора, наверное. Казалось. Это перераскать. Технологии. Потому, что линкор, это так линкор. Как размер и тип корабля. А конкретно его класс. И, в сущности, что у него туда. Допихано. Чем он. Укомплектован. Чем вооружал. Потому, что линкор, им. Как бы. Вместо КС, я корабль. Комбат. Системы Хайсом. Корабль. Для служения кораблей. Вместо КС, я корабль. Комбат. Сокурдага, видимо. Выгаисло. Вот эта там. Ну. Оргийная мощь. Вообще. Мощь корабля. И скорость. Но он летает в основном. Только линейно. Туда и обратно. В основном проще летать. И там. В плоскости боя круги. Наверное. И третий вариант это он стоит за горад корабль, то есть где-то что-то охраняет и все вокруг там корабли. Но он обычно тоже должен быть, как корабль, размер корабля не был. Крупный какой-то залп из чего-то там или не седания. Серьезно может его продавить. Ну должна быть тактическая позиция, а этим занимаются военные. А кто будет на тени крейсер? Тени крейсер да, он хороший, если он спрятан в сиропе. А если он так открыто поставит, что-то не делает. Ну вот это что с этим делать, занимается там Пауэр Джин. Джин мощный. Джин звездный мощный, Стар Пауэр Джин. Джинов Стар Пауэр. Но уже сам Джин, у него скорость, крейсер, все начинают с крейсерской скоростью. И крейсерами могут заниматься допутно. Но Джин это посчитает чаще на крыле, так что-то не крейсер, а что-то не будет целев. Летать было легче, чтобы себе что-то драговать. Потому что крейсером так же в самом городе висит на точке. Смысл... Ну или патруль там вести. Ну, для патруля служат драконы. То есть, Стар Драгон и Звездного Рада. Это уже Лорда. Стар Лорд. Потому что это... Стар Винши, которых 60 маневрились. То есть 40 опыта и 20 гбм золотой стороны. Вот это удача. 20 гбм сущная. Ну, сущность отдельно развивается и удача, и все отдельно сущность. То Стар Лорд, он может в патруля участвовать. Или, если он Стар Драгон просит. То есть, у него 80% маневрились. То есть, как у тен... ну, сходится от того, что теневые драконы хранят. Они тут каком-то осторожной полосе целся и висят. У них 80% маневрились. Два скорости, два защита. Прочиначный бронекорпус. Дройки. Дройки. И они тогда выскакивают и могут там накладывать. Ну, чтобы... Лететь, например, патрулировать за драконы Стэмса. Ну, в тени и визе они уже. Они могут, ну... Ну, как бы, считается, уже из-за лишнего. А кто-то должен патрулировать. Может, тогда Стар Лорд. Ну, атакеры тоже так играют. Ну, решаются по ситуации. То есть, для чего нужны какие-нибудь стилеты. Какие-то корабли космические. Каких-то там наемников нанять, и они патрулируют. А если что, дракон прилетает. Ну, если дракон патрулирует, значит, да, они не понимали, они идут вообще на какую-то битву. Или кто-то где-то порвался там. И не ищут кого-то. Это само, ну... То есть, дальнополщики, они... У них орудия всегда далеко. То есть...